Виктор, здравствуйте, уважаемые слушатели. Тоже присоединяюсь к поздравлениям. Давайте сначала проверим связь. Как вы меня видите, как слышите? Поставьте плюсы, либо нажмите на огонечек в правом нижнем углу, чтобы я понимала, что все хорошо. Благодарю от души. Вижу, что вы меня и слышите, и видите. Связь не подводит. Также еще у меня будет просьба к вам. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто вы по профессии и из каких вы населенных пунктов нам важно знать биографию нашего вебинара. Еще раз представлюсь. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей квалификационной категории, руководитель службы социального сопровождения семей с детьми, нейропсихолог, брейн-тренер. И сегодня мы с вами поговорим об арт-терапии в дошкольном образовательном учреждении. Информация, представленная мною, будет полезна специалистам дошкольных образовательных учреждений и, конечно же, родителям. Современные социальные изменения, происходящие в нашей стране, предъявляют новые требования к системе образования подрастающего поколения. Особенно к самому первому этапу, это дошкольному образованию. Смена парадигмы образования, переоценка его концептуальных основ, переосмысление целей, задач, содержания, развития, обучения, воспитания дошкольников нашли свое выражение в переходе к личностно ориентированной модели работы с детьми. Потребности современного мира в области педагогики построены не на формирование у ребенка знаний, умений и навыков, а прежде всего на развитие ребенка. В связи с этим арт-терапевтические методы работы особо актуальны. Суть работы которых заключается не в обучении рисованию, а в том, что дети через различные техники, используя специально подобранные материалы, получают возможность выразить себя, выплеснуть накопившиеся эмоции, поделиться своими переживаниями и таким образом улучшить свое эмоциональное состояние. Неотъемлемой сферой жизни ребенка является его эмоциональный мир, который представляет собой особую область, привлекающую внимание различных специалистов, изучающих детскую психологию. Много авторов посвятили себя изучению влияния эмоций на психическое развитие детей. Эмоциональные состояния оказывают влияние на жизнедеятельность всего организма ребенка. Эмоции не только составляют наиболее ценное психологическое содержание жизни ребенка, но и имеют очень важное физиологическое значение. Поскольку каждая эмоция имеет физиологическую составляющую, а многие болезни носят психосоматический характер, тоже помним о том, что 90% заболеваний являются психосоматическими. Так вот, работа с эмоциональным состоянием ребенка направлена на укрепление его психологического ресурса, соматического здоровья. Она важна для всех детей, но особенно для тех, у кого уже имеются нарушения в развитии поведения и здоровья. И также, что печально уже тоже доказано, что дети к 11 классу уже приобретают как минимум два психосоматических заболевания. Детская арт-терапия – это современное направление арт-терапии, которое предполагает использование любых средств искусства для выстраивания терапевтических отношений с детьми. Или для оказания психологической помощи и развития детей. Арт-терапия представляет собой комплекс психотерапевтических методов, приемов, ключевой особенностью которых является активное задействование искусства. Занимаясь творчеством, ребенок не только помогает внимательному взрослому понять свои проблемы, но и таким образом сам их решает. Впервые методика лечения искусством была применена в Соединенных Штатах Америки после Второй мировой войны для помощи детям-узникам концлагерей. Неожиданно оригинальные методы оказались весьма результативными, поэтому данный вид терапии был изучен более детально. Известно, что произведения искусства помогают избавиться от страха, отвлечься от проблем, поэтому взрослые люди включают классическую музыку, наслаждаясь ее дивными звуками, идут в музей и часами стоят, вглядываясь в полотно. То же самое происходит и с ребенком. Но для него необходимо подбирать задания, конечно же, более простые, комфортные по возрасту. Например, создать собственное произведение, в котором в нестандартной форме он сможет выразить свои мысли, переживания. Вот это и есть лечение искусства. Арт-терапия основана на спонтанном самовыражении и в известной мере игнорирует эстетические критерии в оценке его результатов и профессионализма автора. И для того и для другого более важен сам процесс творчества, а не результат. Показания, какие для проведения детской арт-терапии, будут следующие. Это упрямство, агрессия, это страхи, это тики, заикание, навязчивое состояние и так далее. Частое смена настроения, задержки речевого и психического развития, кризисные ситуации, трудности в школе, трудности в общении со сверстниками и взрослыми или взрослыми. И еще что здесь будет? Возбудимость, апатичность, изменение места жительства. Если необходимо подготовить ребенка к детскому саду, к школе, в период адаптации. Если есть потеря родительского контроля над ребенком при непослушании. Если ребенок застенчив, не уверен в себе, а также агрессивен и гиперактивен. Целью детской арт-терапии является профилактика и коррекция негативных эмоциональных состояний детей дошкольного возраста. И в качестве задач, какие задачи мы ставим? Это диагностика психологической проблемы в первую очередь. На основании родителей поведение малыша специалисту за ограниченное время бывает трудно определить, с чем именно он имеет дело. А анализ тех же самых, например, рисунков, поделок помогает получить ответы на многие вопросы. Эмоции, даже подавляемые, легко и безболезненно выходят наружу в процессе творчества. Кроме того, это синхронизация работы обоих полушарий головного мозга. Идем к целостному мышлению. Создание атмосферы психологической безопасности. Гармонизация эмоционального состояния. Развитие чувственно-двигательной координации. Развитие психических процессов. Активизация конкретно образного мышления. Развитие коммуникативных способностей детей. Кроме того, в качестве задачи ставится оптимизация межличностных отношений в системах ребенок-ребенок-ребенок-взрослый. А также развитие самооценки. Формирование уверенности в себе. Развитие эмпатических способностей. Развитие умения выражать свои чувства. Переживания. Развитие саморегуляции. Творческой активности. Спонтанности. Коррекция и профилактика поведенческих отклонений. И еще тоже, конечно же, развитие речевой функции. Особое значение лечения искусством состоит в том, что ребенок в процессе создания чего-то нового становится более уравновешенным. Постепенно повышается его самооценка, способный к самоанализу. Занимаясь творческой деятельностью, малыш не просто создает некий конкретный продукт, но и учится действовать по плану, достигать поставленной цели, находить альтернативу. Все это, конечно же, поможет ему в дальнейшей взрослой жизни. Даже со вполне здоровыми детьми можно применять некоторые элементы, методы, чтобы помочь осознать себя и свое место в мире. Познакомить с разнообразием форм искусства, реализовать творческий потенциал. А малыши с какими-либо формами отклонений получат возможность развиваться, придумывать, фантазировать и веселиться. Исследования доказали, что различные формы арт-терапии оказывались очень полезными для детей инвалидов, которым в процессе занятий удавалось раскрыть свое внутреннее «я». Также такая форма работы позволяет помочь ребенку, пережившему психологическую травму, принять действительность и справиться с ней. Заниматься можно с детьми от трех лет, но главное давать им задания, соответствующие возрасту. Чтобы арт-терапия принесла наилучший результат, следует грамотно подойти к организации занятий, сделать так, чтобы малыш чувствовал комфорт, безопасность, чтобы ему было интересно, весело. Арт-терапевтические занятия рекомендуется проводить один раз в неделю, длительностью от 15 минут и более, в зависимости от возраста ребенка и сложности запроса. Курс занятий обычно составляет от 3-5 до 12 недель. Для работы с маленькими пациентами специалисты используют несколько видов арт-терапии. И к числу наиболее востребованных относятся они перед вами на экране. Это изотерапия, использование различных форм рисования, включая лепку, роспись, рисунок, сказкотерапия, песочная терапия, библиотерапия, это исцеление при помощи книг, имаготерапия, работа с театральными образами, фототерапия, цветотерапия, музыкотерапия и так далее. В домашних условиях можно использовать элементы этих направлений. Чаще всего используется работа с художественным творчеством, дающая возможность расслабиться, проявить себя, отказаться от общепринятых рамок и раскрыть свою личность. Полезная и танцевальная терапия, кинезиотерапия, которая помогает выразить эмоции, переживания в спонтанных движениях, обрести свободу, избавиться от застенчивости и комплексов, сбросить груз негативных эмоций. Групповые занятия позволяют дошкольникам научиться общению. И пройдемся по некоторым направлениям. Сегодня такое больше обобщающее, конечно, у нас обобщающий больше вебинар. Если вам будет интересно отдельно, чтобы мы посвятили каждому направлению вебинар, вы тогда пишите в комментариях, и мы возьмем тогда на заметку запланируя. Итак, изотерапия. Чаще всего она используется, конечно же, в дошкольных образовательных учреждениях. Занятия по изотерапии позволяют решать важные педагогические задачи. Воспитательные. То есть взаимодействие строится таким образом, чтобы дети учились корректному общению, сопереживанию, бережным взаимоотношениям с окружающими. А это способствует нравственному развитию личности. Коррекционные задачи. То есть, что улучшается самооценка у детей, исчезает неадекватные формы поведения, налаживаются способы взаимодействия с другими людьми. Диагностические. А это позволяет получить сведения о развитии и индивидуальных особенностях у детей ребенка. Позволяет понаблюдать за ребенком самостоятельной деятельности. Развивающие. Благодаря различным приемам складываются условия, при которых каждый ребенок переживает успех. В той или иной деятельности. Учатся самостоятельно справляться с трудной ситуацией. Художественное творчество. Так, что-то... Ага. Никак не хочет переключаться. Художественное творчество с использованием элементов изотерапии можно разделить на несколько этапов. Первый этап. Он предполагает приветствие и подготовку детей к работе. Можно использовать различные игры, беседы, музыкальные этюды, игропластику, которые настраивают ребенка на изобразительную деятельность. Второй этап. Здесь селесообразно организовывать дискуссию по теме или небольшую драматизацию, сказки, игру путешествия. А можно предложить детям пофантазировать. Третий этап. После проделанной работы идет обсуждение работ. Каждый рассказывает, что он изобразил, ну и завершение занятия. Изотерапия предполагает использование следующих методик. Первая методика – это свободное рисование. То есть, что каждый рисует то, что он хочет. Рисунки выполняются индивидуально. Обсуждение происходит в группе. Тема или задается, или выбирается детьми самостоятельно. Следующая методика – это коммуникативное рисование. Группа разбивается на пары. У каждой пары свой лист бумаги. Каждая пара совместно рисует на определенную тему. При этом, как правило, вербальные контакты исключаются. Они общаются с помощью образов, линий, красок. Следующее – это совместное рисование. Здесь участвует несколько человек или вся группа молча рисуют на одном листе. По окончании рисования обсуждается участие каждого члена группы, характер его вклада и особенности взаимодействия с другими участниками в процессе рисования. И дополнительное рисование. Рисунок посылается по кругу. Один начинает рисовать, другой продолжает, что-то добавляя и так далее. И хочу анонсировать некоторые игры, упражнения, которые возможно использовать на первом, на втором этапе изотерапии. И эти упражнения являются эффективным средством совершенствования психических функций. Внимание, память словесно-логической, моторной, тактильной, эмоциональной, рефлекторной, а также зрительно-моторной координации, развитие речевой и творческих сфер. Итак, приемы и игры на релаксацию. Что здесь? Это рисование по тихую музыку, пение птиц, различные игры перевоплощения, физминутки с активным отдыхом, игровой массаж, игровой самомассаж. Игры здесь на поглаживание, на растирание, на разминание, постукивание, пощипывание, покалывание. Игры и упражнения на тактильные ощущения. С комочком из бумаги, теста, пластилина и так далее. С колючими мечами, щетками, палочками, с теплыми речными гальками или другими камнями. Рисунки на спине ребенка, на ладошке, пальчиком и так далее. Другие игры, упражнения и приемы изотерапии на снятие мышечного напряжения. Это рисование пальчиками, пальчиковая графика. Рисование ладошками, украшение рисунков липкими блестками. В процессе образовательной деятельности необходимо также использовать мультимедийные презентации. Куда же мы теперь без них, да? Компьютерные игры, слайд-шоу, обязательно музыкальное сопровождение. И упражнения, которые хочу представить вашему вниманию, нарисуй себя. На столе приготовлены цветные карандаши и бумага. Дети садятся на свои места, им предлагается задание нарисовать себя. Дети приступают к заданию, педагог помогает детям, задает наводящие вопросы, подбадривает детей, внимательно наблюдая за процессом. И в процессе рисования отмечается цвет, который выбирает ребенок для обозначения себя. Наличие темных, черных тонов в изображении себя может свидетельствовать о сниженном фоне настроения и имеющихся эмоциональных трудностях. Большое количество стираний, штриховки. Если есть, то такой рисунок говорит о проблеме восприятия самого себя. Ребенка, может быть, часто ругают, имеются конфликты, которые мешают видеть свои положительные черты. А это отражается в его проекции. Ребенок не принимает себя, что проявляется вне возможности создать свой образ. Обращается внимание на размер изображаемого, какой, маленький или большой. При проблемах с самооценкой возникают рисунки, в которых ребенок может проектировать себя очень в большом размере на листе бумаги. Завышенная самооценка. И очень маленьком, говорит о заниженной самооценке. Обращается внимание на расположение на листе, где внизу, слева, справа, сверху, в середине смещение от центра может свидетельствовать об эмоциональных трудностях с определением себя в окружающем мире. Наличие частей тела, рта, носа, волос, ресниц, отсутствие каких-либо частей тела может свидетельствовать о трудностях сосредоточения внимания и интеллектуальных задержках развития. Тщательно прорисовывание себя ярким цветом с дополнительными элементами одежды, бантики, красивое платье и прочее показывает стиль воспитания ребенка, его отношение к своей личности, интеллектуальный уровень. Дополнительные детали одежды, детали одежды, солнце, может быть, деревья, животные, люди. Тоже обращаем внимание, есть ли эти элементы. Чем ярче рисунок и больше дополнительных деталей, тем выше уровень интеллекта и эмоционального комфорта ребенка. И опять же, наличие темных тонов в рисунке, отсутствие качественного графического изображения настораживает и требует более детального изучения эмоционально-личностного, а также интеллектуального развития ребенка. Но это не может быть на 100% доказательством имеющейся проблемы. Взрослый при негативной трактовке проективного теста должен учитывать возможности присутствия скрытого конфликта или отсутствие желания выполнять задания ребенком. Ну а также еще, конечно же, уровень развития графических навыков и ситуацию перед выполнением упражнения. Следующее упражнение «Нарисуй себя сейчас и в будущем». Это следующий этап в изобразительной терапии. Ребенка просят разделить лист на две части. В левой части изобразить себя сейчас, в настоящее время. После окончания изображения педагог просит задуматься о будущем. Как вы считаете, вы изменитесь спустя какое-то время? Кем вы станете? Какую профессию получите? Что бы вы хотели иметь в будущем? Иногда вот такие осознания происходят у ребенка впервые. Ему трудно осознать имеющиеся временные изменения. Но это первый осознанный шаг к формированию себя и своих потребностей. Со взрослым проговариваются основные цели, результат будущего, реализация себя в профессии или в семье. Изменения и видимые явные положительные различия в двух рисунках говорят о явной тенденции в позитивной динамике, в образе своего «я» и видении счастливого будущего. А еще в таких упражнениях у ребенка высвобождается энергетический резерв, способствующий принятию себя, появлению цели полагания и реализации себя в будущем. Следующее упражнение – мое заветное желание. Для раскрытия творческого потенциала и своей реализации в будущем можно предложить задание по изображению заветного желания. Это может быть изображение конкретного предмета, например, подарка на день рождения, собаки, игрушки и другого. Ребенок получает положительное удовлетворение от соприкосновения в процессе изобразительного акта с желаемым объектом, изображая себя или члена семьи с полученным исполнением желаемого. И такое рисование дает эмоционально положительный опыт, который запоминается в подсознании ребенка, а в последующем может работать как базовая эмоция в реализации поставленных целей. Еще одно упражнение – нарисую свой страх и трансформирую его. И работа со страхами с помощью изотерапии является одной из главенствующих в терапии эмоциональных трудностей детей. Существует много заданий с использованием разных техник по выбросу негативного заряда на бумагу с последующим изменением или разрушением его. При изображении страха в конкретном значении – баба-яга, может быть, страшилище, другое – педагог помогает ребенку изменить полученный образ, играясь с цветом или с внесением в объект страха деталей и элементов, изменяющих позитивный и смешной рисунок. Если объект страха не сформирован и имеет размытое неконкретное значение, то взрослый проводит работу по осознанию объема, цвета и расположения эмоций в теле ребенка. С помощью рисунка происходит трансформация образа, возможный диалог с ним, реализация избавления от него, закрашивание, размывание, изменение, размывание рисунка и другое. Такие терапевтические сеансы в сочетании с другими методиками дают возможность снизить уровень страха и избавиться от него. Также вы здесь можете использовать нейрографику для детей, поскольку работаем с детьми сейчас, разговоры о детях. Единственное, нейрографику тоже нужно рисовать правильно. По YouTube, конечно, я вам не советую. И благодаря средствам нейрографики тоже получается трансформировать негативные эмоции в позитивные. Что еще? Следующее упражнение – это рисуем счастье, боль, радость, обиду и другое. В психологической работе по развитию эмоционального мира ребенка могут присутствовать задания на осознание и принятие своих чувств и эмоций. Такие упражнения можно выполнять индивидуальным и групповым методом. Детям предлагается тема занятия. Ну, например, нарисовать счастье. Недирективным способом психолог строит свою деятельность, поддерживая ребенка в выплеске своих эмоций на бумагу. Помогая ребенку раскрыться через искусство рисования, психолог просит рассказать о пережитых эмоциях. Это что касается, кратко, конечно же, что касается изотерапии. Следующий вид – это сказка терапия. Сказка, как жизненный пример, помогает ребенку отвлеченно принять ситуацию, увидеть вне себя свои проблемы. И такие примеры помогают снизить психологическую защиту и на подсознательном, неосознанном уровне принять имеющиеся нарушения, а со временем применить полученный правильный опыт в жизненной ситуации. Опять же, тоже помним про жизненный сценарий по Эрику Берну. В сказкотерапии применяются готовые сказки, народные, авторские, в которых события, истории озвучены и созвучны внутренним мотивом и личным опытом ребенка. В индивидуальных случаях педагог может сам придумать сюжет, затрагивающий проблемную ситуацию ребенка. В сказку включаются герои в соответствии с реальными участниками конфликта. И между ними устанавливаются символические отношения, схожие с реальными. Существует множество сказок, придуманных взрослыми для решения различных возникших трудностей у ребенка. Например, при разводе родителей, при капризах, при непослушании, если ребенок врет или агрессивен, если у ребенка имеются страхи и много-много другое. При адаптации к школе, к детскому саду. Многие родители, педагоги, психологи при имеющихся запросах находят уже готовые варианты специально составленных сказок. И какие могут быть задания здесь? Например, задания прослушивания сказок, направленных на коррекцию неправильной модели поведения в социуме. Как я сказала, существует множество сказок, здесь в том числе, в которых раскрывается сюжет с негативным поведением основного персонажа. Такие сказки учат и показывают примеры результата неправильного поведения. В качестве примера. Колобок. Русские народные сказки берем. Колобок. Основная суть – это неправильное поведение главного персонажа, который не слушался своих родителей и в итоге погиб. Гуси-лебеди. Эта сказка может использоваться при непослушании и трудностях во взаимоотношениях с младшими сиблингами. Волк и козлят. Сюжет этой истории основывается на осознании и соблюдении мер безопасности при общении с незнакомыми людьми. Задание прослушивания сказок, направленных на развитие эмпатии и взаимопомощи. Богатство нашего фольклора помогает справиться с различными ситуациями. Наши предки прививали и передавали основы нравственности в сказаниях, в легендах, мудрость которых мы можем передать своим детям. Читаем сказки, направленные на развитие добра, взаимовыручки, поддержки в трудной ситуации, объединение коллектива в сложных моментах. Например, сказка «Звери в яме». В этом сюжете присутствует информация, способствующая осознанию стимуляции взаимопомощи в трудной ситуации. В «Зимовье зверей» эта сказка основана на сюжете взаимовыручки и помощи, когда можно выжить только благодаря коллективу. Или «Зайчья избушка», а вот эта история учит нас эмпатии, сочувствию, а также умению защищать слабого. Следующее задание – это прослушивание сказок, направленных на коррекцию страха. В зависимости от типа и вида страха, а также индивидуальных особенностей ребенка, можно использовать множество народных авторских сказок. И к ним относятся сказки «Баба-яга и заморож», «Сказка о трусливом зайце», «Лихо-одноглазые», «Ночные звуки» и другие. Сказки, направленные на нормализацию детско-родительских отношений, прослушивание этих сказок. При сложностях во взаимоотношениях с семьей, взрослыми людьми, мы можем предложить варианты сказок. Например, «Шепот на ветру», «Чарли. Шоколадная фабрика», которые помогают справиться с имеющимся разладом в отношениях. После прослушивания сказки детям задаются наводящие вопросы, стимулирующие развитие рефлексии и логического мышления, способствующие осознанию скрытых мотивов и метафор в сказочном сюжете, принятию изложенной ситуации, выбору правильного варианта поведения и выхода из сложной ситуации. Задание сочинения ребенком своей сказки. Создание собственной сказки – это процесс спонтанный, и у многих детей возникает без определенных трудностей. Но детям с проблемами в развитии нужна активная помощь взрослого в составлении собственного сюжета. Поэтому в составлении сказки выделены основные этапы развития сюжета, которые сводятся к последовательной смене событий и должны учитываться при сочинении сказок. В конечном итоге любая сказка должна закончиться благоприятно и позитивно. Специалист путем наводящих вопросов помогает и направляет ребенка в составлении собственной истории. Эти истории для запоминания и фиксирования могут зарисоваться ребенком. Чтобы была сюжетная линия рисунков, может быть несколько. И каковы же основные этапы составления сказки ребенком? Первый – это придумывание главного героя. Герою дается имя, место жительства, определенные характеристики поведения, личности, которые обговаривает ребенок при помощи взрослого. Далее, следующий этап – это возникновение проблемы. У героя должны быть цель или трудность, которую он должен преодолеть. Следующий, третий этап – это встреча героя с другим героем. Может быть, с человеком или с животным, который может приблизить его к исполнению желания или к достижению цели. Но при этом герой должен проявить смекалку, смелость, ум, решительность, мудрость в достижении цели. Следующий этап – это встреча героя с негативным героем, с которым происходит борьба и обязательная победа добра. Ну и последний этап – это достижение героем главной цели, благоприятное разрешение ситуации, каких-то проблем, трудностей. Таким образом, следующее задание – это создание ребенком своего окончания сказки. На данном этапе психокоррекционной работы взрослый может по наличию той или иной проблемы у ребенка подготовить для него различные сюжеты или сказки. Вовлекая ребенка в прослушивание выдуманного рассказа, которым должна присутствовать канва, созвучие жизненной ситуации или поведением ребенка, педагог стимулирует его на активизацию внутреннего отзыва и сопереживание услышанному. Дочитав до определенного момента, специалист просит помочь ребенку досказать сказку, придумать ее конец. Помогая и стимулируя ребенка на раскрытие и собственную интерпретацию концовки сказки, взрослый одновременно диагностирует и помогает психике ребенка найти правильную, благоприятную модель поведения выхода из сложившейся ситуации. А еще тоже задание – это видеопросмотр мультипликационных фильмов с последующим разбором сюжетной линии. Многие дети с проблемами в развитии имеют определенные трудности в концентрации слухового внимания, понимании скрытого смысла текста, составлении собственной программы сказки и другие. Они теряют мотивационную заинтересованность к таким играм, и им нужна дополнительная стимуляция и привлечение их внимания к сюжету. Таким моментом может служить визуализация сказки. Мультипликационные фильмы. Видеогероев сказки, наблюдая за развитием сюжетной линии мультфильма, ребенок в большей степени погружается в мир взаимоотношений, эмоциональных переживаний персонажей. Визуализация помогает детям наглядно увидеть ситуацию и предложенный сюжет данного произведения. В мультипликационных фильмах всегда присутствует обучение. Герой, попадая в различные ситуации, чему-то учится у них, всегда выходя победителем, что учит нас достигать поставленных целей и добиваться желаемого. Показывая детям мультипликационные фильмы, используя их в психокоррекционной практике, нужно учитывать определенные условия проведения таких сеансов. Во-первых, мультфильм должен быть непродолжительным для просмотра, не более 10-15 минут, что соответствует возможности психики дошкольника принять и обработать полученную информацию. Время просмотра должно проходить в утренние часы или после сна. Просмотр мультипликационного фильма должен быть разбит на определенной стадии, заранее определенной педагогом. То есть не полностью педагог включил, и мультик должен полностью пройти, ребенок смотрит весь мультфильм. А педагог разбивает на определенные части. Когда педагог прерывает просмотр фильма для обсуждения с детьми, остановка сюжета не должна травмировать детей. Место остановки должно быть нейтральным, не в разгар происходящих на экране событий. После остановки просмотра педагог объясняет, что просмотр будет дальше. Мы продолжим с вами, детки, смотреть мультфильм. При этом стимулируем детей на развитие рефлексии, самоконтроля, воображения, вербально-логического мышления, способности выстраивать речевую мыслительную программу и так далее. Взрослый задает наводящие вопросы группе. Вопросы направлены на осознание сюжета, главного героя, правильности поведения и возможного предполагаемого варианта окончания. Длинные мультипликационные фильмы могут быть сокращены. Детям показывают основную сюжетную линию поведения или эмоционального состояния. Чтобы не проматывать, сейчас очень много достаточно простых программ, бесплатных, где мы можем с вами сделать нарезку. Из этих мультфильмов, чтобы у нас он был единый, целостный, чтобы не вызывать потом какой-то негативной реакции у детей, что вы что-то там пропускаете. В конце мультфильма педагог задает детям вопросы, опять же проговаривая ситуацию, выбор и осознание правильного поведения. Спрашивает мнение детей о просмотре и выясняет их эмоции. К просмотру мультипликационных фильмов нужно подходить очень аккуратно. Сказки, которые рекламируют насилие, радости от трагедии, агрессию, страхи нельзя показывать детям, но тут все вы это прекрасно знаете, поэтому нет смысла об этом долго говорить. Какие здесь мультфильмы? Супермен, Черепашки-ниндзя, Человек-паук и так далее. Для благоприятного психологического эффекта лучше подходят советские мультфильмы. Как же я их люблю. В них заложен смысл добра, помощи, любви, позитива. Их можно применять в качестве средств психотерапии при разных проблемах. Например, мультипликационный фильм, верните, Джека, может применяться в комплексной терапии при потере близких. Мультипликационные фильмы в стране невыученных уроков, козленок, который умел считать до десяти, можно применять для стимуляции мотивации к обучению. Мультипликационный фильм «Ивашка из Дворца пионеров» может быть использован для преодоления страхов над сказочными персонажами. Мультипликационный фильм «Датки утенок» при трудностях принятия собственного «Я» и работе над принятием своего образа. Мультипликационный фильм «Мама для мамонтенка» в работе над нормализацией детско-родительских отношений. Мультипликационный фильм «Петя и Красная Шапочка» просматривается в комплексном подходе над коррекцией страхов и развитием смелого поведения. В мульттерапии могут использоваться мультипликационные фильмы, которые создавались, учитывая психологические особенности детей и основывались на воспитании этически-нравственных аспектов в детском поколении. Одним из ярчайших и сильных воздействий на психику являются не только мультфильмы, но и детские художественные фильмы, кинотерапия, которые тоже могут быть использованы психокоррекцией по нормализации эмоционально-личностной сферы детей. Использование мультипликационных фильмов, художественных детских фильмов, опять же, конечно же, в сокращенном варианте обработки, все это поможет детям создать радостное настроение, визуализировать выдуманные образы, сделать доступнее сюжет и понимание скрытого смысла, улучшив процесс обучения и воспитания сказкой. Метод мультерапии, кинотерапии поможет осуществить и реализовать психотерапевтические цели по развитию и коррекции эмоционального мира дошкольников, которые имеют различные трудности развития. У нас также был как-то вебинар по мультерапии, по созданию мультиков, он есть в записи бесплатно на нашем канале YouTube, Директ Академия, ищите, смотрите, кому интересно. Там целый вебинар был посвящен этому, поскольку мы не только смотрим мультики, но мы их еще и создаем. Как это сделать, там все прекрасно освещено. Что еще? Театрализованная деятельность. Это тоже один из методов психокоррекционного воздействия с помощью средств искусств. Это театротерапия. Театротерапия имеет множество направлений, и плейбэк театр, и драмотерапия, и так далее. Но в психокоррекционной работе с детьми с проблемами развития используется направление театрализованной деятельности, подстроенные под возрастные и психологические особенности детей. Это просмотр театральных постановок детьми. В таком виде дети являются наблюдателями и имеют возможность, видя происходящее на сцене, переживать вместе с героями различные ситуации. Познавать новые формы и стили общения. Приобщаться к культуре взаимоотношений и переносить их в жизненную реальность. Получать новый эмоциональный опыт, который они перенимают от реальных людей, которых они видят на сцене. Здесь же еще участие и показ театральных сцен детьми. В таком виде дети являются активными участниками театрального представления. Они могут выступать в качестве актеров, режиссеров, постановок. Тематика и содержание театрализованных игр несет нравственную и воспитательную направленность. Но в психологической работе основная цель возложена на коррекцию имеющихся проблем. В дошкольном возрасте для детей с проблемами развития могут быть использованы различные виды театрального искусства. Дети с интересом смотрят спектакли, могут участвовать в мини-сценках, проигрывая различные сюжеты, где они пробуют показать различных персонажей, проигрывают эмоциональные состояния и сложные ситуации. Участвуя в театральном представлении, в театрализованном представлении, ребенок погружается в образ героя, активно использует монологическую и идеологическую речь, как средство общения, и таким образом стимулируется его развитие. Используя элементы и методы перевоплощения, педагог стимулирует развитие воображения, образного, логического мышления, коммуникативной функции и другого. Воздействуя на сферу эмоций идет развитие высших психических функций. Еще тоже можно предложить детям показать героя сказку, которую они прослушали. После прослушивания сказки ребенку предлагается показать основного героя, на котором педагог остановит свой выбор. В зависимости от психологической цели, имеющихся психологических проблем, образ выбранного героя может быть различным. Например, это может быть Иван Царевич. Обладая характеристикой смелости, смекалки, этот герой является олицетворением мужественности. Его роль можно предложить ребенку, неуверенному в себе. Перевоплощение и ощущение этого образа дает возможность почувствовать новый эмоциональный опыт, который поможет справиться и выйти ребенку из привычной поведенческой модели программы. Иногда в работе со страхами полезно примерить пугающий образ. Если, например, ребенок боится бабы и льги, ему можно доверить роль, сыграть ее, эту роль. Психолог старается в игровой ситуации дать ребенку такой позыв, чтобы его игра включала элементы веселья и шутки. Трансформируя пугающий образ в собственной игре, ребенок благополучно справляется с негативными эмоциями и начинает по-другому относиться к нему. Совмещая театрализованную деятельность с другими методиками, например, изотерапией, можно добиться большего психотерапевтического эффекта. Или еще, например, коллективное создание и проигрывание прочитанной сказки или проигрывание эмоциональных состояний героев. Вот в таком формате. Что еще? Куклотерапия. Это метод лечения, воспитания и обучения детей с помощью кукол и кукольного театра. Как направление арт-терапии? Куклотерапия рассматривает куклу через призму различных аспектов. По мнению арт-терапевтов, одна из главнейших задач куклы – это обеспечить диалог, в котором ребенок будет общаться со взрослым, посредством куклы. Опять же, это нужно по двум причинам. Первая причина. Ребенку легче раскрываться, спрятав свое «я» за куклой. У него возникает впечатление, что за все сказанное ответственность будет нести кукла. Не он. И вторая причина. Играя с куклами, ребенок может более точно, чем словами, выразить то, что происходит в его жизни. Какие чувства он испытывает, как он относится к окружающим. Не зря говорится, что игра ребенка является его языком, а игрушки – словами. При этом с образом куклы в сознании ребенка происходит самая разнообразная метаморфоза. Благодаря процессу идентификации ребенок начинает отождествлять себя с любимой игрушкой. Благодаря процессу проекции он приписывает ей свои мысли, чувства, особенно если это игрушка без пола. Не нужно забывать и о процессах сублимации и замещения. Это два сложных психологических процесса. Они также участвуют в куклотерапии. В результате общения с куклой малыш учится очень многому. Овладевает необходимыми навыками общения. Приобретает неоценимый опыт социального взаимодействия. Это происходит за счет того, что ребенок учится понимать других людей, правильно выражать свои собственные чувства. У него происходит расширение репертуара самовыражения. Также развивает свои природные способности. Образное мышление, память, самоконтроль, способность к концентрации. В сознании ребенка происходит формирование позитивных установок. И процесс куклотерапии проходит в два этапа. Первый этап – это изготовление кукол. Процесс изготовления является коррекционным. Отождествляя бессознательно куклу со своим «я», ребенок имеет возможность менять образ, настроение куклы, воздействовать на свой внутренний мир. Во время таких занятий развивается произвольность психических процессов, воображение, речь, мелкая моторика и другое. Куклы могут быть изготовлены из различных материалов. Это и бумага, это и веревки, это и нитки, это и материя, это и пуговки, и пластилин и так далее. В зависимости от выбора материала и умения владеть им детям, предлагаются различные методы изготовления кукол. Следующий этап – это использование кукол для проигрывания основных переживаемых эмоциональных состояний ситуации. Кукольный театр с изготовленными куклами может происходить как в индивидуальной форме, так и коллективно. Дети могут проигрывать мини-сценки с использованием своей куклы, с раскрытием своих переживаний, историей жизни. Можно предложить такое задание – рассказать о своей кукле и о ее настроении. Педагог просит изменить имеющиеся на лице куклы выражения таким, какое сейчас настроение ребенка. Например, с помощью пластилина дети могут вылепить улыбку. Или наоборот, опущенные углы рта. Они будут олицетворять грусть и плохое настроение. Ребенок сам поясняет свой выбор и свое настроение. Например, я сделала своей куколке улыбку, потому что у меня хорошее настроение. И так далее. И сейчас очень быстро, как вариант, как пример, я хочу предложить вам занятие с использованием куклотерапии, изотерапии и игротерапии для развития эмоциональной сферы дошкольников. Тема занятия – это создание образа своего «я сейчас, я в будущем». Итак, первое, что предлагается, это изготовить свою куклу-автопортрет. Перед детьми лежат различные заготовки. Голова куклы сделана, ну, как вариант, можно из большого киндер-сюрприза с вырезанными для пальца отверстием. С помощью пластилина дети делают своей куколке голову, волосы, глаза, рот, нос. Подсознательно отождествляя свою куклу с собой, дети выбирают тот цвет пластилина, который соответствует их образу. Педагог может помочь сделать выбор. Дальше. Также еще на столе разложены, когда голову сделали, на столе разложены заранее заготовленные мини-рубашечки для этих кукол, которые как рукавички можно надевать на руку и создавать различные пальчиковые куклы. Дети выбирают рубашки для своих кукол, объясняя и озвучивая тоже свое настроение. И на этом этапе педагог проводит и диагностические моменты, так как может выявить по ответам детей, по их цветовому выбору особенностей их эмоционального развития. Дальше. Следующая игра. Предлагается детям рассказать историю своей куклы. Педагог просит дать имя своей кукле и дальше рассказать о ней. Педагог тоже может помочь. Дальше. Предлагается детям нарисовать себя сейчас и в будущем. Вот то, что я говорила, уже рассказывала это упражнение. Дети переходят об этом упражнении. Дети переходят в учебную зону, садятся за столы, на которых разложены листы, цветные карандаши. И дети рисуют себя сейчас и в будущем. Подумайте, какими вы будете в будущем, кем вы станете, что бы вы хотели иметь в своем будущем. Педагог тоже может помочь ребенку принять свой образ, дает установку на положительное будущее, на осознание целей, на их реализацию. Это, конечно же, вариант проведения занятий. И таковы некоторые упражнения из арт-терапии для дошкольников, которые действительно полезны для детей, помогают им справиться с проблемами, комплексами, позволяют научиться выражать себя, разобраться с чувствами, переживаниями. Техник, методик и упражнений очень много. У нас, повторю, сегодня такой более общий вариант. Я рассказала о некоторых из этих техниках, методиках. Тема достаточно объемная. Если интересует какое-то конкретное направление, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мы озвучим данную тему, запланируем в ближайшее время, и на ближайших вебинарах я озвучу эту тему. Вот, например, интересна ли тема из-за терапии? У меня очень много есть, что рассказать в рамках данной темы. Что-то еще тоже пишите, пожалуйста. Очень важно. Главное правило, которое должны придерживаться взрослые, это ненавязчивость. Малыш должен творить, создавать свои собственные произведения, а не действовать по заранее определенному плану. Только в этом случае занятия окажутся полезными. Надеюсь, наш вебинар оказался для вас полезным. Спасибо за внимание. Если вопросы есть, задавайте. Если есть какие-то комментарии, пишите. Очень будем рады. Так, по поводу сертификата. Да, сейчас Татьяна Викторовна выступит, расскажет, как получить. Да, тоже как вариант. По поводу предыдущего вопроса. Может, Каваславное пение тоже использовано как арт-терапия. Благодарю вас за ваши отзывы. Очень приятно. Спасибо от души. Если больше вопросов нет, я тогда отключаюсь. Еще раз благодарю вас за внимание. С праздником. И ждем вас на наших следующих вебинарах. Хорошо, да, вот, учла. Спасибо, буду иметь в виду. Всех благ. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok